Я вам сегодня расскажу одну историю Субтитры создавал DimaTorzok Пять лет назад, 6 октября 2018 года, произошло уникальное событие Событие, которое потрясло весь мир, в том числе и Россию Рано утром обыватели вылезли из-под одеял для того, чтобы посмотреть, что происходит в городе Зрелищ, Лас-Вегасе Потому что именно в этот день происходил 229-й бой UFC Ultimate Fighting Championship Это значит никаких ограничений Это просто борьба до победы И в этом бою сошелся Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор Казалось бы, единственное, о чем мы думали, когда этот бой произошел, это скандал Который произошел после того, как бой был закончен и Хабиб выпрыгнул из клетки Давайте посмотрим и восстановим хронологию для начала событий Что происходило Бой был достаточно жестким Но в целом преимущество Конора абсолютно не чувствовалось Он был действующим чемпионом мира Преимущество было у Хабиба Нурмагомедова Субтитры делал DimaTorzok Бой закончился убедительной победой Хабиба Нурмагомедова Конор МакГрегор, сидящий в углу, просто постучал по зажиму и все, бой закончился Чемпионский титул он потерял Чемпионский титул перешел к Хабибу Но в этот момент произошло что-то, что заставило всех нас совсем по-другому посмотреть на этот бой Что-то, что содрогнуло сердца всех Это был бунт чемпиона Однако на этом все не закончилось Сразу же после победы Нурмагомедов обратил внимание на одного из членов команды ирландца Дилана Денниса Который продолжал нести дерьмо про него и его семью Начался настоящий хаос Команды бойцов устроили потасовку Зрители на трибуне кричали и сходили с ума Шок Непонятно что происходит Происходит какой-то просто кошмар Связанный с тем, что Вообще не ясно что происходит Вроде бой, вроде победа Вроде непонятно что Еще прыжок Давайте посмотрим еще одну версию того Как это все происходило По сути Майк Тайсон сказал, что это более безумно, чем вообще все мои бои. Зачем? Ты же чемпион, зачем тебе прыгать из клетки? Я могу понять очень хорошо Хабиба в том, что, закончив бой, расслабился. Это расслабление как раз позволило ему выйти из его же рамок, контроля над самим собой. Любое оскорбление в сторону родственников, близких, это очень тяжело воспринимается. И мы слышим первые нотки того, что нам начинает казаться, что что-то было не так. Что этот прыжок не просто хулиганские действия. Давайте попробуем в этом разобраться, насколько важно... Дай мне мой пояс, я чемпион. Где мой пояс? Послушай, если сейчас я надену на тебя этот пояс, зрители с трибун начнут кидать всякое дерьмо прямо в октагон. Я готов к этому. Дай мне мой пояс. Я понимаю тебя, но речь идет о безопасности всех людей вокруг. Бой. Прыжок. Я говорил вам, ребята, мы пришли сюда на войну. Аль-Хам-Ду-Беля. Прости меня, тренер, это не лучшая моя страна. Все в порядке, не переживай. Все нормально. Даже в этих коротких видео мы видим характер. Но происходит следующее. Такого не бывало. Происходит пресс-конференция, на которой Дана Уайт, директор UFC, говорит о том, что я не знаю, что будет дальше. Вполне возможно, что Хабиб лишится звания. Вполне возможно, что мы не дадим ему пояс. Вполне возможно, что он больше никогда не приедет в Соединенные Штаты. Мы не дадим ему визу. Вполне возможно, что атлетическая комиссия Невады дисквалифицирует его. И он не получит свой гонорар. После конференции Дана Уайта на конференцию пришел Хабиб. Что он сказал? Первое. Он попросил прощения. Во-первых, я хочу извиниться перед атлетической комиссией Невады. Попросить прощения перед Вегасом. Я знаю, что это не лучшая страна меня. Я понимаю это, но я тоже человек. Мой отец всегда учил меня тому, что необходимо относиться ко всем с уважением. Мои тренеры, моя команда, мои друзья, с которыми я тренируюсь и живу в Калифорнии последние 7 лет, они знают меня, кто я такой и не дадут соврать. И я говорил вам, ребята, не только он, но и вся его команда, они все машины для сдачи. Как только ты поставишь их в неудобное положение, они сразу начнут сдаваться. Я об этом говорил не раз. Говорил всем вам. Когда я забрал его шею, взял на болевой и он сдался, я не мог понять, типа, из-за тебя тысячи людей пришли сюда из Ирландии, и ты стучишь у них на глазах? И потом еще, что ты говоришь про наследие, про то, что ты воин и подобные вещи? Как ты мог постучать? Лучше усни. Не сдавайся. Но он просто постучал, и когда это произошло, я понял, что мне мало этого. И я увидел, как со мной говорит один из его угловых. И я понял, что мне нужно забрать и его сердце тоже. В каждой фразе, в каждом слове мы чувствуем звук ценностей, которые важны для него. Это спорт, который уважают. Это спорт. Мы должны уважать друг друга. Это спорт, в первую очередь. Я не хочу, чтобы кто-то оскорблял мою семью. Остаться о моем роде, о религии. Ты не можешь говорить о религии, оскорбительной. Вы не можете говорить о том, что это очень важно. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Спасибо, что вы здесь. Когда я вернусь домой, отец точно размажет меня за это. Я знаю, что он размажет меня. Невада. Извините. Вегас. Извините. Прыжок Хабиба – это не хулиганство. Это борьба мировоззрений. Точно так же, как когда-то мы смотрели матчи Гарри Каспарова и Анатолия Карпова. Гарри Каспарова – прозападного чемпиона. Из Карпова, который выходит из Советского Союза. Посмотри фильм про Карпова. Тебе очень понравится. Но здесь мы следили не за тем, как двигаются фигуры. Мы следили за тем, какое мировоззрение победит, чьи ценности окажутся важнее, чьи ценности будут демонстрировать все остальные. Да и вообще, клетка UFC – Ultimate Fighting Championship, когда нет никаких ограничений. Есть еще другое слово – MMA – Mixed Mortal Sposoby. То есть смешанные единоборства. Когда ты заходишь туда, это вообще для нормального человека невозможно. Это такой страх, чтобы просто зайти в клетку, где тебя начнут бить. Но это должны быть очень сильные ценности твои. Это знаете, как перед тем, как самолет выйдет из испытаний, его фюзеляж обрабатывают реактивной струей воздуха, чтобы посмотреть, не оторвется ли какая-то деталь. Вообще, клетка – это просто боль и кровь. Но если человек выходит туда, он приручает свой страх, и страх ложится, как тигр у ног братьев Запашного. Как приручить свой страх? Как сделать так, что то, что делаешь ты, тебе тоже давалось легко? По большому счету, работа риэлтора и клетка UFC ничем не отличаются. Ты также заходишь туда каждый день, и ты должен приручить свой страх. Это разные характеры. Характер Хабиба Нурмагометова и характер Конана Макгрегора. И мы попробуем разобраться, какие они. Если ты помнишь, что поведение – это то, что ты можешь видеть у человека. Именно поведение демонстрирует твои ценности. Итак, два характера – Хабиб и Конор. Конан Энтони Макгрегор. Ирландец. Человек, который популяризировал бои без правил в Ирландии. О, Конор Макгрегор. Он типичный парень из Дублина. Он объединяет в себе все ирландское. Конор прославил Ирландию. Парни идут в ММА только потому, что видят Конора по телевизору. Он сплотил нас. Вы понимаете, он человек на самом деле, сделавший себя сам. Он горд тем, что он из Ирландии. Он дерзкий. Он показывает красивые бои. В конце концов, он чемпион UFC. И он стопроцентный победитель. Это парень из Дублина. Который на самом деле родился в самой простой семье. 14 июля 1988 года. Сейчас ему 35 лет. Он родился на окраине Дублина. Ходил в обычную школу. Занимался футболом. В 12 лет его родители переехали в другой город. Он закончил школу. И родители настояли на то, чтобы он пошел работать сантехником. Но он уже увлекался тогда футболом и тэквондо. Он сделал выбор. Отказался от футбола и пошел в тэквондо. После этого научился еще другим смешанным стилем единоборства. И продолжал заниматься сантехникой. Зарабатывая себе на жизнь. Или когда у него не было работы, он стоял на учете по безработице. Работчицы получал пособие. И продолжал биться. Конор единственный боец, которому я дал ключ от зала. У него непредсказуемый режим. Когда ему не спится, и он смотрит в потолок в 3 часа ночи, он идет в зал. Здесь он может потренироваться на боксерском мешке, например. Джон, пожалуй, дал самую яркую характеристику Конору как бойцу и человеку. Мы ехали на первый турнир Конора, и, как обычно, опаздывали в аэропорт. Конор поздно вышел из дома и по дороге говорит, остановись здесь. Мне нужно заскочить на биржу по безработице и забрать свои 188 евро. А я ему говорю, да кому они сейчас нужны? Мы же едем на UFC. В общем, нам пришлось остановиться. Пока он забирал деньги, я смотрел на время и думал, что мы опоздаем на самолет, и нас точно не пустят на ринг. Дальше был бой, и ему заплатили что-то около 20 тысяч долларов. Но еще в тот вечер он получил около 60 тысяч бонуса. Он приехал с пустыми карманами, а в итоге заработал почти 100 тысяч долларов. Ценности демонстрируют наше поведение. Со временем карьера Конора начала набирать популярность. Он стал известным в Ирландии. Однако Дану Вайт приехал в Ирландию. Когда я первый раз пошел за мечтой, мечтой стать чемпионом мира, мои мамы и папы сказали, не, 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 ни в коем случае. Вернись к работе, иди настрой площадку. Мне пришлось убедить их и сказать, я буду работать, я стану чемпионом мира и заработаю миллионы долларов. Ценности семьи и его ценности действия вопреки. Вскоре, когда Дану Уайт увидел его бои, с ним подписали первый контракт. Конечно же, это был успешный бой. Со временем он одержал несколько побед и стал действительным первым европейским чемпионом UFC. Он выступал в легком и в полулегком весе. Самым главным боем его был бой с Хозе Альдо. За звание титула чемпиона UFC. Все очень долго готовились к этому. Была огромная рекламная кампания. Конор уже тогда понял, что маркетинг и реклама двигатели прогресса. Его главная задача была быть популярным, несмотря ни на что, не гнушаясь никакими средствами. И люди очень долго ожидали этот бой. Жаль, бой продолжился всего одну минуту. Буквально несколько секунд, и Конор проводит точный удар, и Хозе Альдо падает на даун. Раз. Все. Чемпион UFC. Чемпион UFC. Дальше популярность, слава, автографы, постоянный пиар. Прошлый год был феноменальным для меня и феноменальным для UFC. За всю 21-летнюю историю UFC заработали больше денег, чем когда-либо. И я тоже заработал больше денег, чем когда-либо. Что будет дальше? Умный бизнес, усердный труд, и следующие годы будут такими же феноменальными. Умный бизнес и деньги. Это классные ценности. Точно так же, как ценности, которые поддерживает и разделяет его жена, Ди Девлинг. Он познакомился с ней в ночном клубе. Как она сказала, он первый смог ее рассмешить. Когда-то они жили на пособии по безработице и жили на ее деньги. А сейчас она жена самого известного и богатого бойца в мире. Кроме выдающихся спортивных данных, в Коннере была магия. Он не стесняется камеры. Он любит выступать на публике. На самом деле, боец должен обладать такими качествами. Какой смысл быть в лучшем зале, если ты не можешь выступить в субботу вечером перед камерой? Несколько лет назад я сказал, что не могу дождаться того момента, когда закончу, и смогу быть счастливым и толстым. Но вообще, я не думаю, что я смог бы так жить. Конечно же, это упорный труд. Это слава и это вкалывание. Постоянная работа. Помнишь, я тебе говорил о том, что ты делаешь ровно до той степени, пока твое тело, когда твой ум отключится, не будет повторять то, что ты делаешь. Поэтому это действительно труд. Но есть еще один нюанс. Все, кто знает Коннера, средства массовой информации, говорят о том, что он не гнушается тем, чтобы унизить противника. Чтобы применить психологическое давление и оскорбление. Это его стиль. Это его способ борьбы. Это его ценности. Давайте посмотрим на второго нашего героя. Это Хабиб Нурмагомедов. Я думаю, что психологически, с точки зрения психологии, трудно вернуться в строй после нокаута. Но, возможно, еще тяжелее вернуться после боя, в котором над тобой доминировали и ломали тебя все пять раундов. Ты отчетливо понимаешь, что ничего не в состоянии поделать. И именно такой стиль у Хабиба. Я считаю самым устрашающим парнем. Самый устрашающий парень. Кто он такой? Кто такой Хабиб Нурмагомедов? Ты знаешь, кто такой Хабиб Нурмагомедов? Есть. Он самый сильный боец на свете. Ни одного поражения не было. Символ нашей республики. Дагестан. Может быть, даже такая вся Россия. Семья. По отцовской линии все спортсмены. Абдулманаб Нурмагомедов в центре. Чемпион мира по вольной борьбе. Его двоюродный брат. Чемпион мира по самбо. Его двоюродный, троюродный брат. Чемпион мира по борьбе. Это семья, в которой принципы и ценности стояли во главу угла. Хабиб родился в Дагестане. 20 сентября 1988 года. Ему тоже 35 лет. Он вырос в простом селе. В селе Сильди. Единственное, что он помнит, с детства нас приучали к сельскому хозяйству. Все, что мы должны были делать, это следить за скотом. Играть в футбол. И радоваться жизни. Но был один очень важный момент. Во всем была дисциплина. Я должен был учиться и должен быть заниматься спортом. Нет, нет. Не спорт и учиться. А учиться и заниматься спортом. Я очень высокообразованный человек. И мой отец следил за тем, чтобы эти вещи не пересекались. Единственное, что я помню, это контроль со стороны отца. В тот момент, когда отец подумал, что Хабиб становится сильнее его сверстников, он сконцентрировался внимание на нем. Но, к сожалению, 3 июля 2020 года Абдулманаб Нурмагомедов скончался. Это были последствия коронавируса. Это очень тяжело было пережито Хабибом. В общем, мой отец пытался вкладывать все, что у него было. Время, энергию, деньги. Он вкладывал в нас. Благодаря тому, что отец вкладывал в нас все, что было. Он обеспечил нам хорошее образование. И, знаете, он искал для нас возможности учиться в хороших школах, университетах. В общем, он вкладывал в нас все, что у него было. Всю свою жизнь он занимался тем, что вкладывал в других. Семья и родные, ценности семьи, уважение старших, забота о родных, любовь к матери, любовь к отцу, вера. Те ценности, которые формировались с самого раннего детства. Хабиб тоже имеет семью и жену. У него двое детей. И он придерживается тех же самых правил в отношении и своей семьи тоже. Каждый день моей сознательной жизни в семье укреплял меня в смысле о ее глубоких основах. Помните, о чем мы говорили? Реальность, интерпретации, убеждения и ценности. Ты сейчас сможешь проследить весь путь каждого из этих людей, и Конора, и Хабиба, и точно понимать в соответствии с их поведением, какие у них ценности. Тренировки каждый день, каждый день до мокрой футболки. Разные стили, борьба, бокс, самбо, дзюдо, тэквондо. Все стили, которые только ты можешь сделать, все занимался Хабиб в своем зале. Под руководством своего отца. И это в первую очередь тяжелейшие физические нагрузки. Если вы меня спросите насчет гонорара и вообще денег, насчет денег, да? Вообще, если деньги, они у хорошего человека, от этого ничего плохого нет. Но главное ли деньги? Вот в чем вопрос. Для меня нет. Я без проблем могу жить в свое удовольствие. Я могу заниматься всем, чем захочу. Я могу купить себе любой дом в мире. Но это ничего мне не даст. Знаете, я просто не такой человек. Это не то, чему меня учил отец. На всю волю Всевышнего. Когда Хабиб рассказывал, он должен быть вечером был вернуться к намазу. Отец так уставал, потому что занимался тренировками с ним. Потом тренировал еще в двух залах. Потом тренировался сам, что после вечернего намаза он садился в телевизор и засыпал. И это время позволяло мне выбежать на улицу и поиграть с мальчишками. Единственное, что мне нужно было сделать, точно понимать, когда я вернусь домой, знал ли об этом отец. В девяти из десяти случаев отец не знал. И поэтому для меня это было еще одним возможностью просто пожить нормальным детством. Алхамдулилля. Вся хвала Всевышнему. Он, знаете, многие люди сильно недооценивают одну очень важную вещь. Когда они становятся знаменитыми, когда они становятся богатыми, когда они становятся успешными. Они начинают говорить, мол, знаете, это все благодаря моему настрою, благодаря усердному труду, благодаря тому, что я очень хорошо разбираюсь в том или ином бизнесе. Они говорят, я очень сильный человек, мне по плечу любые трудности, и поэтому я стал таким успешным. Но что насчет других миллионов, миллиардов людей на планете, которые также усердно трудятся, но они не стоят на моем месте, у них нет того, что есть у меня. А значит, Всевышний испытывает вас и награждает. Он проверяет, как вы справитесь с трудностями. Все от Всевышнего, понимаете? Недавно я решил узнать о Коране чуть больше. Я купил книгу «Познакомься с Кораном», и там есть несколько заповедей. И вот одна из заповедей Корана – «Все предопределено». У Аллаха есть на все своя воля. Есть очень много параллелей с христианством, с другими религиями. Но вот это вот состояние, что все предопределено, казалось бы, лишает тебя возможности принимать решения. Но это ровно наоборот. Когда все предопределено, у тебя есть полное право вести себя так, как ты считаешь нужным. Вести себя или по ценностям, и быть тем, кто ты есть, целостной личностью, или нет. Аль-Хам-ду-ли-ля. Аль-Хам-ду-ли-ля. На самом деле, я до сих пор не до конца понимаю, за что у меня в жизни теперь есть столько всего. Я не знаю. В первую очередь, я хочу поблагодарить Бога. Потом, я хочу сказать огромное спасибо своему отцу. Большое спасибо тебе, отец. И спасибо тренеру, Хавьеру Мендесу. Также моим братьям, всем до единого. Мы все росли вместе и развивались. Все, что у меня есть, это заслуга всей моей команды. Отца, Хавьера, парней, Зубы, Ислама, Абубакара, Умы, каждого из них. Я благодарю их от всего сердца. Я благодарю вас. 29 побед. Вообще в жизни самое-самое важное, это то, с чем ты умрешь. Кем бы ты ни являлся, боец ты, уборщик ты где-то, или инженер. Раньше нету. Любой человек. Каждый человек зарабатывает по-своему. У каждого человека есть профессия. Но у всех она одна. Один конец, одна яма. У всех одна яма. Так что для меня самое важное, с чем я уйду. С чем я уйду. Спросит меня Господь, выиграл я Конора или нет. Конечно, не спросит. Ему это неинтересно. Он меня спросит другие. Что ты говорил, что ты делал. За все я буду отвечать. Вот это для меня самое важное. Хабиб Нурмагомедов был замечен в UFC, конечно же, как уникальный боец. И состоялся главный бой, главный бой UFC, ММА, 229-й бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. И здесь начались конфликты. С точки зрения Конора началась психологическая обработка. Он начал оскорблять во всех средствах массовой информации вероисповедание, позицию отца, самого Хабиба и его семьи. Я вернулся сюда из-за любви к этому всему, чтобы прийти и вынести этого паренька, эту мелкую крысу, юного хорька, паренька, который ходит только с толпой. Он просто-напросто трус, только и всего. Это же моя фанатка. Это самый преданный мой фанат. Он покупал футболки с моим изображением. Поддерживал меня в своих соцсетях. Ты помнишь эта мелкая фанатичная сучка? И я собираюсь забить гвоздь в его гроб. И я сделаю это. Эй, я пришел сюда, чтобы размазать этого парня. Размажь меня, давай же. Чего ты медлишь? Сделай это. Да ты три или четыре раза стучал, как курица. Я буду стучать твоей башкой об канвас. Ты стучал, как курица. А теперь будет стучать твоя голова. И я верю в свою силу. Это мой третий бой за последние девять месяцев. Я не проиграл ни одного раунда. Я вообще не понимаю, о чем он говорил. Что он будет делать 6 октября? Я не понимаю. На что он рассчитывает? Ситуация накалялась. И отношения между ними становились все хуже и хуже. Выезжая с тренировки в Бруклине, автобусы команды Хабиба Нурмагомедова подверглись физическому нападению команды Конора Макгрегора. Они крушили автобус, ломали его, пытаясь вызвать прямой контакт, прямой конфликт. Для того, чтобы дисквалифицировать Хабиба, и Конор бы тогда был, также продолжал быть абсолютным чемпионом. И вот началась процедура подготовки, процедура взвешивания. Хабиб и Конор. Завтра вечером я размажу вашего парня, сказал Хабиб. А вот как выходит Конор. Можно погромче? Конор. Постоянные провокации, постоянные оскорбления, постоянная ложь и грязь в адрес своего противника. 6 октября состоится бой. Дом Конора в это время. Вечером будет бой. Это сын Конора Макгрегора. На бой пришли селебрити. Очень много известных людей, потому что для них было важно посмотреть, а что на самом деле может этот паренек из Дагестана противопоставить чемпиону мира в двух весах? Что он может ему сказать на его оскорбление? Способен ли он вообще проявить свои ценности? 229-й бой. Самый лучший бой. Самый раскрученный бой в истории UFC. Не было ни одного такого боя, который бы приковал столько внимания. И в нашей стране тоже. Люди разделились на два лагеря. Одни говорили «за», другие говорили «против». Но никто не попытался разобраться, в чем же причина. А мы с вами это делаем. Потому что твоя главная цель – понять, какие у тебя ценности и какой твой бой ты выдержишь. 6 октября 2018 года. День боя. Давай, чемп. Давай. Надери ему зад. Давай. Сделай это, чемп. Давай, парень. Надери ему зад. Ну все. Надери ему зад. Пошел. Этот бой был явным преимуществом Хабиба. Это было однозначно. Я много-много раз его пересматривал. Я смотрел, пытался понять выражение глаз и того, и другого. Я видел растерянность в глазах Конора. Почему? Трудно сказать. Может быть, потому что эти трэш-токи и оскорбления не смогли ему помочь переломить волю Хабиба. Было 4 раунда. В трех абсолютная доминация Хабиба. Один раунд Конор отлично постоял. Причем вставал из-под ударов Хабиба. Нередко кому это удавалось. Вернее, редко. А у него получалось. Это его хорошая физическая форма. Он хороший боец. Но хороший ли ты человек? Субтитры сделал DimaTorzok Несколько секунд. Как сказал потом Хабиб, перед началом клетка заполнилась зеленым туманом. Мне кажется, такой же зеленый туман был в голове у Конора. Бой продлился 25 минут. Все напряжение, сопутствующее схватке в полной мере, выплеснуло снаружи только в самом конце. Сам поединок выдался по большей части односторонним. Орел стал первым бойцом в истории, которому удалось отправить в нокдаун скандального ирландца. В то время как Конор забрал у Нурмагомедова один раунд. Все закончилось в четвертом отрезке, после того, как дагестанец взвинтил темп и вышел на ущемление челюсти. Он одолел Макгрегора. Заставил ответить его за каждое сказанное слово. Чемпион UFC. Конечно же, Дагестан ликовал. Вместе с ним и ликовала вся страна. Даже наш президент. Что-то случилось со звуком, но я попомню, что он говорит. Мы следили за вами. И нам не безразлично то, что происходило за границей. И то, как относятся к нашим людям. Я искренне тебя поздравляю. И знаю, что хоть это был индивидуальный спорт, но ты выступал за интересы России. И то, как ты поступил, должен поступить человек с настоящими ценностями. В этом бою для меня на первом месте стояла честь. Честь семьи, честь родины нашей, которой соперник оскорблял. И я ни на секунду не думал, что я туда захожу на соревнования. Или там, ну, конкурировать с лучшим бойцом UFC. И так далее. Я туда заходил, как на войну. Я знал, что будет гонг или будет сдача там. Ну, что-то будет. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. Но я был готовить и до конца. За свои ценности. Это был не просто вечер и не просто бой. Это была демонстрация ценностей в самом центре Лас-Вегаса, где ценности наши не воспринимаются. Но там именно пара горцев писала историю кровью своих соперников. Это была история боя Хабиба за ценности. Ты этот бой ведешь каждый день. На что ты готов для того, чтобы отстоять свои ценности. И знаешь ли ты их. Летом 2022 года дагестанский зверь с почетом вошел в зал славы сильнейшей лиги. Нурмагомедову вручили специальный пиджак с нашивкой UFC Hall of Fame и фирменную статуэтку. Во-первых, я хочу сказать... Аль-Хамду-ли-ля. Спасибо Богу. Десять лет назад мое мнение о каких-то вещах было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить все на свете. Но за последние два года все, что произошло, изменило меня. Мое мышление изменилось. Моего отца нет со мной. И сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нем. Это очень эмоциональный момент для меня. Жизнь простого паренька из Дагестана. Который добился невероятных высот. Который зашел в зал славы UFC. Который отстоял свои ценности. И всегда на них опирается. Мне кажется, это очень достойный пример. По крайней мере того, чему может привести тебя дисциплина. Твоя дисциплина и уверенность твоих целей на основе твоих ценностей. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же, отец – это человек, который меня вел всю мою дорогу, так скажем, нелегкую, постоянно был рядом, помогал во всем. И отец, и тренер в одном лице. Ну, сейчас и на русском говорю, может, маме что-нибудь сказать. Можно сказать маме, что я люблю маму больше, чем отца. А пускай это отцу не говорит. Главное, чтобы отец не увидел это. Ну, мы обязаны любить маму больше, чем отца. Так что, я думаю, он поймет. Ну, у нас была насчет этого дискуссия. Я ему когда спросил, я говорю, а ты сам говорю, кого любишь? Он говорит, конечно, маму. Спасибо вам большое. Перерыв 15 минут. Потом мы продолжим и поговорим про цели и про то, как их достигать. Я говорю, я хочу, Sugar. Продолжение следует...